улыбнемся друг другу и с хорошим настроением начнем наше занятие я думаю надеюсь что хорошее настроение у нас с вами будет присутствует целое наше занятие сейчас сейчас ваша задача прочитать этот текст о предложении ваша старичного начинается тебя смешной директор наш класс мужчина толстенький сегодня заглянул он улыбнулся широко и сильно подлигнул а шорты простого привет ботинки шорты марта как странного одежда а может быть из цирка он так смешной веселый учитель попросил нас встать пришел директор школу а сейчас я вам еще раз прочитаю этот текст а вы должны внимательно меня послушать и по этому тексту задать вопросы смешной директор наш класс мужчина толстенький сегодня заглянул он улыбнулся широко и сильно пошел и очень просто он произнес привет ботинки шорты марта как странно надел а может быть из цирка смешной веселый учитель попросил нас встать пришел директор школы вот сейчас пожалуйста какие вопросы вы могли задать подробнее тексту так пожалуйста зачем пришел так так и этот вопрос нам задал георгий пожалуйста почему директор так странно пришел в школу еще раз громко почему директор так странно так 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 как а а и Так, это у нас Оля Попробова. Так, пожалуйста, Дуся. Учитель попросила, что сделать. Так. Что попросил сделать? Учитель. Так, этот вопрос у нас Чернышова Дуся подала, да? Да. Пожалуйста, да? Какой был директор, который был в Казахстане? Ну, давай посмотрим, с каким вопросом твой вопрос созвучен. Ну, наверное, почему директор так странно был одет, да? Наверное, с этим вопросом созвучен твой вопрос. Кто зашел в класс? Так, давайте попытаемся сразу на этот вопрос ответить. Директор школы. Так, еще какие вопросы будут? Директор. Получилось ответить на вопрос? Почему директор всем широко улыбнулся? Так, этот вопрос у нас максимум. Паша? Что сказал мужчина, когда зашел в класс? Давайте тоже попытаемся сразу найти ответ на этот вопрос. Привет. Привет, сказал. Согласен с ответом? Да. Лиза? Что сделал директор, когда зашел в класс? ��릴게요. Хорошо. Конечно, конечно. Когда зашел в класс? Да, конечно. Этот вопрос? Паша, ну, я не знаю. И это мой вопрос. А, если зима, пожалуйста. А, если зима, пожалуйста. Семеновна, не знаю. А, Аринация, пожалуйста. Что подумали о ребятах, кто из интересов? Так. Заложители. Деревят. Так. Этот вопрос у нас анализ. Там. Так. Ну, хорошо. Давайте теперь мы с вами еще раз посмотрим, какие вопросы у нас прозвучали. И сейчас ваша задача внимательно выслушать вопросы, которые у нас прозвучали, и выбрать тот вопрос, когда мы с вами ответим на него, мы бы смогли и ответить на другие вопросы. Итак. Первый вопрос. Зачем пришел директор? Этот вопрос нам задал Скай Георгий. Второй вопрос. Почему директор так странно был оден? Этот вопрос Поля Попов нам задал. Третий вопрос. Что попросил сделать учитель? Этот вопрос Чернышова наша задала. Ой, Дуся. Ой, Дуся, прости, пожалуйста. Четвертый вопрос. Почему директор всем широко улыбнулся? И этот вопрос Федоров Максим нам задал. Пятый вопрос. Почему, блин, что сделал директор, когда вошел в класс? И этот вопрос нам Сверидова Лиза задала. Шестой вопрос. Что подумали ребята, когда увидели директора? И этот вопрос нам задал. Нет. Нет. Задала Мамонталиева Аймази. Итак, сейчас, пожалуйста. Какой вопрос тебе? Первый. Потому что если бы директор не пришел. А почему ты выбрала первый вопрос? Потому что если бы директор не пришел в школу, вот так вот этих всех вопросов, где ты не был. Так, хорошо. Первый. Громко только костичит. Я считаю, что директор, самый первый, он не был. А мне кажется, что к этому вопросу идти к самому, почему директор так странно оден. Лиза, как вы считаете? Шестой вопрос. Что подумали ребята, когда увидели директора? Потому что они подумали, что он очень странно оден и заглянул только, чтобы поздороваться. Так, вы какой вопрос? Значит, оден, потому что если мы узнаем, с чем шел директор, мы узнаем, почему он был так странно оден. Так. Настя? Мне кажется, первый вопрос. Потому что если бы не зашел директор, тогда бы других вопросов не было. Мне кажется, первый вопрос. Так. А вот теперь, давайте мы с вами, раз мы первый выбрали, да, зачем пришел директор, скажите, пожалуйста, а вот второй вопрос, да, и шестой. Почему директор так странно был оден? Наверное, давайте мы попытаемся сначала найти на этот вопрос ответ, а потом и найдем ответы на другие вопросы. Как вы считаете, почему директор так странно был оден? Почему директор так странно оден? Потому что он, наверное, был веселый, радовый. Так, и почему он так странно был оден по этому, ты думаешь? Угу. Ты как считаешь? Мне кажется, он ходил в цирк с мужской. Так, а потом, наверное, что случилось здесь? Куда он пришел после цирка даже? За школу. И, наверное, забыл переодеться, да? Так, пожалуйста. Мне кажется, что было жарко, и у него плохо. Да. Мне кажется, у него был отпуск. Прошел был отпуск, и он решил заглянуть в школу. И поэтому он так был странно одет. Он же в школах, в марке, но мне кажется, что он так загорал на отдыхе, и поэтому решил заглянуть в школу. Громко только. Мне кажется, что он отдыхал, и его срочно попросили прийти в школу, установить какие-то палатки. А он не успел переодеться, потому что сказали, что это срочно. А так, Лиз, пожалуйста. Мне кажется, потому что в школе было очень жарко. И поэтому он так был одет, да? Да. Ребята, скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, как должен быть видеть директор? Да. Да. Пожалуйста. По-моему, он должен быть, по-моему, когда он в школе, мне кажется, он должен быть одет в галстуки, в пиджаке, в костюме красиво. В белой рубашке, причёсанной, аккуратной. Так. Он должен быть в сноге. Как ты так считаешь? Вот он должен быть опрятно одет. Это получается галстук, рубашка, брюки, обувь. Так. Настя, вы как считаете? Мне кажется, что он должен быть одет в пиджаке, с галстуком, брюках, причёсанной, весь такой ухоженный, чтобы сложить свои впечатления. Так. Аня, это как вы как считаете? Он должен быть очень строгим и ещё красивый цвет. Так. А вот теперь скажите, пожалуйста, а как по-вашему должен быть один простой человек? Как он должен выглядеть? Здесь. Кофта. Под ней майка. Если на улице, то сверху куртку, чтобы было тепло. На ноги штаны и ботинки. Как вы считаете? А у кого-то есть другое мнение ещё? Вот то, что сказала Лиза и то, что сказала Дуся, да? Может быть, кто-то по-другому считает? Коль, вы как считаете? Если человек женщина, то да, ну какая-то, как... Что вы видите, то есть сразу. Да. Морский. Ну или... Так. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, как должен быть одет директор, как должен быть одет простой человек. А вот если мы сейчас Максима оденем, ему придадим строгий вид, оденем рубашки, ласку, биржа, брюки, он у нас станет директором? Нет. Он не совершенно нет. А почему он не станет директором? Он не совершенно летний, ещё почему? Потому что он ещё маленький, он только учится. Директором станет только когда закончит школу и институт, и у него может быть высшее образование. Так. Паша, как ты относишься вот к тому мнению, что сказала Дуся? Я согласна с сомнением Дусе. То есть ты как считаешь? Я считаю, что он должен подрасти, закончить школу, институт. Так. И вырасти, и получить высшее образование. Так. Вы как считаете? Правда, он не совершенно летний, и надо ещё закончить университет, получить диплом, потому что он уже может работать. Он должен закончить школу, потому что он ещё не всё знает, не химию, ну и... А ты считаешь, что директор должен обязательно химию знать, да? Это, наверное, важная наука? Нет. Он должен знать всё. Так. Всё, ты думаешь. Максим, вы как считаете? Да. Если меня просто один из трёгий костей, я просто буду опрятным мальчиком, причесанным, с медалками, буду опрятным мальчиком. Так. Ирина, а вы теперь скажите, пожалуйста, вы сказали внешний вид, да? Манера поведения, характер. Скажите, пожалуйста, вот эти все качества мы с вами, если объединили, то о каких качествах мы сейчас с вами говорили? Внешние качества и внутренние качества. Так. Ты считаешь, внешние и внутренние качества, да? Мы сейчас затронули. Максим, ваше мнение? Только внешние. Внутренние – это душа. Так. Значит, у нас в ней не разделились. Ты считаешь, что только про внешние качества мы сейчас говорили. Настя, вы как считаете? Мне кажется, мы говорили только о внешних качествах, о душе, о сердце, мы не говорили. Мы говорили, что, короче, человек должен выглядеть опрятно, солидно. Ну, если он будет хорошо, если он будет хорошо выглядеть, это не важно, даже если он будет плохо. Так, подожди, значит, мы сейчас говорили о каких качествах? Нет. Какие еще есть качества? Так. Айнадик, пожалуйста. Внутренние. Внутренние качества. А теперь вот, ребята, посмотрите, пожалуйста. Итак, мы с вами перечислили, подожди, пожалуйста, что внешним качеством мы, давайте еще раз назовем, отнесем что? Опрямость. Так. Что? Хорошо, чтобы хорошо одеться, если на улице холодно. Так, значит, вот человек хорошо одет. Как это мы с вами скажем? Как это можно одним словом объединить? Каким словом? Умение одеваться. Так, значит, это у нас? Красота. Внешний вид, да? Так, наверное, можно сказать. Внешний вид. Значит, внешний вид. Вы сказали, что директор, вот когда мы говорили про директора, да, что он должен уметь общаться, да? Значит, у нас манера общения тоже мы отнесем к внешним качествам. Также привычки, характер. Итак, а что же мы отнесем к внутренним качествам? Душа. Так. Доброта, ум, память, характер. Так. Значит, характер мы куда отнесем? Внутренним. Внутренним. Как вы считаете? Внутренним? Хорошо. Давайте сейчас посмотрим внутреннее качество. Пока сюда. Определим. Ты как считаешь? Я вот считаю, что человек, конечно, может быть очень хорошо одетен, но в душе возможно, что он не такой уж и хороший. Так. Значит, а вот теперь давайте мы с вами посмотрим внимательно, какие по-вашему главные качества, внешние качества или внутренние качества. Лиза, пожалуйста, как ты считаешь? Наши внутренние. Потому что глаз не как человек одет, а какая у него душа, какой характер. Может быть человек одет плохо, у него нет возможности хорошо одеваться, но он добрый. Так. Вы как считаете, Дуся? Я тоже согласна с Ирой, что самое главное внутреннее качество, что у него внутри. Так. Паша, ваше мнение? Мне кажется, внутренние качества. Вот потому что, к примеру, вот хорошо одет человек, а внутри он плохой, неграмотный. Так. Слой. Значит, ты считаешь, какие качества главные? Внутренние. Внутренние качества. Так. Как вы считаете, Настя? Мне кажется, самое главное качество – это внутренние качества. Не важно, как человек одет, хоть он и садий такой мужественный, хорошо одет, а внутри он как гнилое яблоко, по-моему-нибудь, цвету. Хорошее, а внутри плохое. Еще говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Так. Вот посмотрите, пожалуйста, какую нам сейчас пословицу привела Настя. Подождите, пожалуйста. Итак, как вы понимаете смысл этой пословицы «встречают по одежке, а провожают по уму»? Пожалуйста. То, что мы когда видим первый человек, мы сначала смотрим, как он одет, а потом когда начинаем с ним общаться, понимаем, какой у него характер, какая у него душа. Так. Так. Вы как считаете? Получается, мы видим у человека, и он нам нравится по одежке, значит одет. А когда он очень нормально общается, дружится, мы можем понять, какой он в душе. Так. А когда идешь и встречаешь человека, он как бы одет, но не знаешь, что у него лучше доброта или зло, а потом начинаешь с ним разговаривать, подружишься, и ты поймешь, что у него в сердце доброта есть. Есть. Так. Значит, ты понимаешь пословицу «так». Еще раз, какую пословицу нам сейчас привела пример Настя? Какую пословицу? Встречают по одежке, встречающих встречах. А провожают? Провожают по уму. А скажите, пожалуйста, а приходилось ли вам встречаться с такими людьми, которые, например, внешний вид у них хороший, а внутри другое? Нет. Не приходилось, да? А может кому-то приходилось? Да. Приходилось тебе? Ну расскажи. Да. Ну я не буду их перечислять, так что я могу кого-то видеть, так что иди. Да. Не приходилось. Мне приходилось. Просто у меня очень много друзей, и вот я когда-нибудь была знакома, у меня мама познакомила с тетей Ирой, и у нее дочка была Катей. Я с ней даже не была знакома, я с ней не знакомилась, у нее вид не очень хороший был, вот. А я с ней познакомилась, и у нее в душе была доброта, и мы с ней всегда дружили. То есть другие качества, да? Внешний вид был обманчивый, да? Получается так. Скажите, пожалуйста, ребята, а может быть в сказках мы с такими героями с вами встречались? Так. Пожалуйста. Это лягушка. Так. Расскажи нам, пожалуйста. Ну она, ну она, ну она, лягушку, а в душе она была доброта. Так. То есть внешний вид у нас был обманчивый, да? А в душе совсем по-другому. Внутри или нет? Так. А и не цветочек. Там было чудовище, но было заболомно ведьмой. Вот эта девочка поцеловала его, он с радостным принцем. Да. Так. Так. Ну как с ним очень удобно? Потому что там мы сегодня вспыхали, что он не похож на других, но у него было, ну он был зато добрый. Угу. Так, Дуся. Мы читали сказку в классе, в которой он говорил прочитать маму по матуши. Вот. Там была, там была девочка, у него вид такой аккуратный был. Ну сама, она тоже, ну сама в душе она была добрая очень. Так. Хорошо. А скажите, пожалуйста, а если вы говорите, что внешние качества не так важны, да? А почему же девочки-то тогда вас просят, и мальчики тоже, чтобы вам купили красивую одежду? Почему же тогда происходит, если вы говорите, что внутренний мир, как бы, внутренние качества главные? Хотя внутренние качества главные, но мне это тоже не нравится, как он выглядит. И просят. Да. Коль, как ты считаешь? А, мне кажется, чтобы мы другим людям произвели впечатление, что, ну, например, вот как Лиза. Вот она хорошо одевается, и все при неё думают очень хорошо. Ну, если она поделась, мне все равно не подумают хорошими. Ей просто нравится выглядеть, чтобы она была вообще так красивая. Так. Я тоже согласен с Мастером ответом. Вот Лиз такая аккуратная, с бантиком. Ну, давайте мы сейчас про Лизу не будем говорить, а мы с вами говорим о том, что... Почему же тогда вы бросите новую одежду купить? Почему платье, бросите костюм купить? Потому что с парой здесь нужно было баланс. Да, у вас. Какая-то... Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, потому что... Иногда бывают такие люди, которые не нравятся... Хм... Бывают такие люди, которые не нравятся, когда они одеты, им нужно что-нибудь красивое одеть. Это за? Потому что иногда мы вырастаем за детьми, а иногда просто надо выглядеть хорошо, к примеру, идем на какую-то важную встречу. Или просто хочется быть красивым. Мне кажется, мы же дети, нам нравится все новое. Я согласна с мнением Лизы. А с каким-то мнением согласна? Ну, вот, которое она сейчас произнесла. Потому что, ну, мы вырастаем за этой одежду, нам она кажется такой некрасивой. А когда будем маленькие, нам казалось, она очень так красивая. А когда мы вырастаем, нам она очень так не нравится. Так, значит, вот теперь давайте мы с вами сейчас каждый выскажет свое мнение. Что же из сегодняшнего занятия вы новое узнали? Или что-то, какой-то вы для себя сделали урок? Вывод какой сделали из-за... То, что внутренние качества главнее, чем внешние. Мне тоже кажется, что мы сегодня на уроке узнали, что внутренние качества главнее внешних. Потому что не главное, как ты оденешь красиво, не красиво, главное, чтобы, если, например, холодно на улице, тебя вам одевают так, как надо, потому что вдруг ты оденешь, например, на улице мороз, а ты оденешь джинсы, и ты занешься. Ну, например, уже слушали и слышали, значит, пожалуйста, ты какой-то сделаешь? То, что внутренние качества главнее, чем внешние. Потому что, ну, человек красив снаружи, но он может быть у нас внутренний. И я еще согласен с мнением Божьим. Для некоторых, вот, например, для детей, им, например, вот, как у Боши, есть такая прикольная кофта, человека-паука. Вот, некоторым детям такую же хочется постоянно. Ну, а если вот, ну, как бы, мама купит эту кофту, ну, и что, и какие качества, тогда получается, что внешне главнее? Да. Ты считаешь, что внешне тогда главнее? Я считаю, вот, внутреннее качество. Настя? Мне кажется, внутренние качества главнее и внешне. Мы сейчас перечислили, что внутренние качества, они, вот, они главнее. Душа какая у тебя, ну, ум, характер. Это все главное. Ну, внешний вид для тебя не главный. Главное, какая у тебя душа. Так, а Коля? Мне кажется, то, что внешне качество хуже, чем внутренние, потому что не каждый человек себе может позволить. А их, как бы, у него очень красивая, ну, у него очень красивая душа. А тот человек, который может себе позволить, дорогой один, чтобы у него, может быть плохая душа. Так, а вы как считаете? Я думаю, что внутренние качества – это главнее. Ну, внешние качества не обязательно, чтобы ходить в такой форме, если у тебя есть, что-то одеть, а надо отдать тоже. А скажите, вот вы сказали, что внутренние качества главные, чем внешние, да? А на какие группы мы можем разделить с вами внутренние качества? Это хорошие и плохие. А почему ты так считаешь? Потому что доброта, разум, сердце доброе – это все хорошие качества. А, к примеру, лезть, запясть – это плохие качества. А как вы как считаете? А внутренние качества можно разделить, как это на хорошее, так и на плохие. Плохие тела у нас немножечко неплохими, как добрые, а вот добрые для нас наоборот добрые. Добрые качества, плохие качества – это как добрые. А добрые качества, ты что имеешь в виду? Потому что добрые качества, а не для человека доблее. Наверное, это хорошие качества, да? Да, хорошие. Так. Плохие – злее. Мне кажется, хорошие, можно лишь музыку, качество на хорошее и плохие. Хорошее качество – это когда мы, например, человеку сочувствуем, душа уже, честность, а плохие качества – это когда ты, например, врёшь, травма, а это нехорошо, или ты кого-то сильно ударил и не хочешь извиняться. Так, значит, сейчас, пожалуйста, я поняла, как вы считаете, что действительно внутренние качества человека важны, главные, да? А сейчас, пожалуйста, сядь за свои рабочие места. И сейчас, пожалуйста, изобразите доброго человека. Ага. 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 И вас поприглашаем. Пожалуйста, давайте посмотрим, какие работы у вас получились. Виза, расскажи, что ты изобразила? Это мальчик гладит кошку, значит он добрый, потому что он добрый к этой кошке. Так, Паша, пожалуйста. Ты что изобразил? Я изобразил. Ты? Я изобразил друзей, и они друг друга помогают. Так, у нас тут нужно еще раскрасить, да? Пожалуйста, Дуся. Я изобразил принцессу, чтобы она христина и подруга не хочет ей подарить подарок. Так. Пожалуйста, Георгий, вы что изобразили? Да. Грунче. Грунче. Там, помните, что она недовольче. Что она не guest? Он девушек помогает. Мне отwives за наши, счастлива. А счастлива она экчему? Пожалуйста, Максим, что вы изобразили? Ну, правда очень искренне. Так, только не раскрасим, да? Жаль, класс мосты. Настя,邪х жалко звуки. Грунче сказать, я Directed. Улыбается, хорошо, Ольга. Громко, громко. Так, мы говорили, да, что какие самые важные? Внутренние качества, значит, что вы изобразили? Хорошо. Домашним заданием вашим будет с обратной стороны, нужно будет нарисовать злого человека, да, и мы потом с вами будем разбираться. Как же узнать, какой он на самом деле? То есть мы нашу беседу продолжим на следующем занятии. А теперь давайте мы с вами встанем. Так, и попрощаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ